Здравствуйте! Это программа «Актуальное интервью» и сегодня у нас в гостях представители Общероссийского народного фронта. Я хочу представить Матвей Чупров, руководитель исполкома Общероссийского народного фронта в Ненецком округе, Андрей Николаев, координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Ненецком округе. Здравствуйте, Матвей Михайлович. Здравствуйте, Андрей Сергеевич. Здравствуйте. С 18 по 19 декабря в Москве пройдет очередной форум действий. Мы знаем, что от Ненецкого округа едет большая делегация. С какими вопросами вы едете, на какие вопросы хотите получить ответы? 18-19 декабря в Москве пройдет большой форум, который пройдет под лозунгом «Россия, устремленная в будущее». Это основная площадка, на которой соберутся представители Общероссийского народного фронта со всех регионов России. Будут участвовать депутаты Государственной Думы, руководители федеральных ведомств. Форум, на котором ожидается участие Владимира Владимировича Путина. Мы едем с большой делегацией, около 10 человек. Планируем принять очень активное участие в одном из серьезных площадок, на которой будут обсуждаться важнейшие для Ненецкого округа проблемы. Это проблемы экологии. Наверное, будем задумать вопрос по поводу уборки в Арктике в целом. А если конкретнее, что вы хотите рассказать о том, что там необходимы серьезные средства для очистки от металлолома и прочего загрязнения? Ну да, ситуация в Арктике на самом деле довольно-таки напряженная. У нас в Народном фронте реализуется проект, который реализуется с этого года. Он называется «Интерактивная карта свалок». И я бы хотел бы дать слово по этому проекту Андрею Николаеву, нашему координатору. Ну да, проект «Генеральная уборка» подразумевает реализацию интерактивного проекта «Карта свалок». Если вкратце сказать про этот проект, то это как бы такая обратная связь с населением. То есть возможность любому жителю Ненецкого округа... Ну, вообще проект реализуется на всей территории страны. Но в нашем округе, акцентируемся на нашем округе. То есть любой житель Ненецкого автономного округа может посредством сети интернет выйти на проект и указать любое загрязнение, будь то бытовой мусор, которого очень много и в черте города появляется, будь то какой-то накопленный ущерб в результате деятельности военных, либо в результате деятельности нефтяных компаний, либо это просто свалки металлолома на каких-то объектах. Пользуясь случаем, я призываю граждан Ненецкого округа, чтобы присоединялись. У нас на сегодняшний день порядка, ну, больше полторы сотни активистов, которые присылают сообщения. Сделать всё это очень просто. То есть нужно сфотографировать объект, указать, где он находится, и либо выложить самостоятельно на интерактивной карте, либо, если человек не знает, как это сделать, можно просто позвонить в Народный фронт, указать где это всё, или связаться непосредственно со мной, или с любым, как бы сказать, человеком из полкома Народного фронта. И тогда Народный фронт начинает брать это, берёт всё это на контроль. У нас на сегодняшний день в каждом населённом пункте Ненецкого автономного округа есть несанкционированная свалка бытового мусора. У нас очень много точек появилось за последние буквально, вот последние месяцы до снежного покрова, в это последнее время, огромное количество объектов, среди которых есть и корабли брошенные, и большие какие-то брошенные посёлки георазведки, либо военные посёлки, старые метеостанции. То есть это всё сейчас находится в таком состоянии, сказать, что здесь сваливался мусор, ну, нельзя, но эти объекты превращаются в мусор уже сами по себе. Ну, и плюс вот сейчас вот у нас опять же появился, как бы сказать, объекты на реке Суле, это те объекты, про которые мы говорили всю весну, вот, по реализации уборки, ну, как сказать, подъёма двух автомобилей, которые утонули на реке Сула. Вот, активисты пишут, что эти объекты до сих пор, эти машины до сих пор лежат, то есть, как нам обещали весной, их не убрали, как обещали летом, что их поднимут летом, когда будет благоприятная ситуация, нет, они так и лежали, говорят, всю ночь, ой, всю ночь, говорю, всё лето текло бензольные пятна по реке, вот, то есть вот вплоть до таких, то есть от самого мелкого бытового мусора до глобальных каких-то объектов брошенной инфраструктуры. У нас будет площадка, которая будет посвящена именно вопросам экологии, и мы, делегация от Нинского фронтного округа, планируем поднять именно вопрос, который будет связан с необходимостью участия государственных органов, федерального бюджета в уборке Арктики. Если посмотреть на карту Слава, которая на сегодняшний день сформирована, такая большая жирная красная точка, конечно же, ну, там много точек, как бы, есть, карта уменьшается, она расположена в посёлке Андерма, где есть и накопленный мусор, и брошенные объекты Министерства обороны, и гидромета, и мы прекрасно понимаем, что это необходимо убирать. Это наша главная задача, мы будем добиваться, чтобы этот мусор был убран. Не только в Андерме, но и везде в Нинском фронтном округе. А следующий год мы планируем посвятить именно вопросам, связанной инвентаризации ущерба на территории Нинского фронтного округа, потому что вот даже за год работы нашего проекта мы сегодня прекрасно понимаем, что ещё не весь мусор у нас посчитан. А для того, чтобы навести порядок в нашем доме, Анинский фронтный округ, это наш общий дом, нужно знать, по крайней мере, где у тебя мусор этот находится, где он лежит. И если в следующем году нам удастся добиться, что всё-таки окончательная инвентаризация произойдёт, то мы будем считать, что это наша победа. Маленькая победа. Маленькая победа, да. Ну, как бы шаг вперёд. Вот. И я бы ещё сразу хотел отметить, что все вопросы, которые поднимает Общероссийский народный фронт, они снимаются с контроля Общероссийского народного фронта только после их решения. И есть эти много вопросов, которые у нас, ну, не решаются, но мы держим их на контроле, и они могут переходить даже из года в год, как бы, но мы будем добиваться того, чтобы они были решены. Но какие-то есть положительные сдвиги вот на той же карте свалок? Наверняка некоторые из них удалось ликвидировать, хоть даже самые небольшие. Конечно. Особенно если говорить о свалках вокруг города Наримара, на некоторые даже активисты ОНФ выезжают самостоятельно. То есть если это объёмы маленькие, вот, и привлекаются и волонтёры, и привлекаются и организации, которые, в принципе, должны этим заниматься, тот же чистый город, компания. Вот. Если говорить о глобальных больших вещах, то, конечно же, это не сделать ни за один год, ни за два года. То есть это накапливалось годами, десятками лет. Вот. Но положительные результаты есть. Самое главное то, что эти объекты никуда не исчезают, они получают просто другой статус. То есть видно всё равно, какая работа проведена. И если зайти на карту свалок, можно посмотреть не только то, что плохо, но и то, что хорошо. То есть значки объектов, по которым произведена работа, они меняют цвет на зелёный. То есть это хорошо видно, как у нас красные превращаются в зелёные. Это, ну, значки. Это интересно, это видно. Поэтому и интерактив так и называется. Ну, люди активно участвуют в этой карте свалок? И сколько было отмечено за всё время существования проекта? Ну, вообще у нас больше полторы сотни активистов. Больше полторы сотни активистов. А объектов на момент проведения конференции, итогов у нас, было 186 объектов. Сейчас больше. Да, сейчас этих объектов больше гораздо. А в качестве положительного момента у генеральной уборки хотелось бы отметить то, что удалось навести порядок в Наринмаре. Это то, что убрали кладбище кораблей, которое находилось... Ну, это самый яркий объект. Да, да. Причём, как бы, это произошло совместными усилиями, как бы, и органов государственной власти, и общероссийского народного фронта. И большое значение очень внесла, конечно же, прокуратура, которая своими, как бы, действиями сделала так, что власть была вынуждена выделить на это средства, как бы, и провести эту уборку. И большая ещё уборка была проведена в этом году в районе бывшей зверофермы МПО. Это в районе реки Тамарки. Там тоже мусор лежал ещё с советских времён, как бы, его никто не убирал, как бы, и вот в этом месте удалось, как бы, окончательно прибраться из таких вот крупных, как бы, объектов. Вот. Ну, работы, на самом деле, ещё предстоит очень-очень много. Ну, ещё нужно сказать, что некоторый мусор, как мы его называем, да, он вдруг обретает собственника. Вот. И карта свалок, она позволяет ещё, как бы сказать, информировать потенциальных инвесторов. То есть во всей стране-то металлум – это источник дохода. Вот. И люди, которые, ну, вот, как сказать, люди, которые занимаются сбором металлума, они видят реально, где можно заработать. Но, опять же, у нас вдруг появляются хозяева, которые тоже хотят заработать на этом мусоре. Вот. Поэтому здесь ещё такая особенность очень хитрая. Вот. Но, в принципе, общими усилиями, общими усилиями получается наша-то задача, чтобы наш дом был чистым. То есть у нас есть такие объекты, где просто страшно находиться. Вот та же Амдорма. Это же город, как будто бы через него война прошла. Вот. Или те же брошенные посёлки геологические. Огромное количество. И мы видим, например, в этом году в том же морском порту Варандея там огромно образовался склад металлума, который собирается из тундры. То есть там большое футбольное поле завалено в три этажа металлума. То есть работа-то идёт. То есть вывозится этот металлум, разбирается, пилится. Вот. Наша задача сделать так, чтобы наш дом в Ненецком автономном округе был чистым. Вот. А всё остальное мы только подталкиваем и немножко стимулируем тех, кто должен этим заниматься. Да. Вот. На форуме будут ещё, кроме площадки экологии, будут ещё другие площадки, на которых будут обсуждаться вопросы и здравоохранения. Новая площадка будет совершена и здравоохранение, образования и занятости. То есть, ну, те все вопросы, которые волнуют наших жителей и по дорогам, и по стройкам. Вот. Будет новая площадка, которая будет целиком посвящена молодёжи. В Общероссийском народном фронте стартанул проект, который называется «Молодёжь КНФ», который направлен на активизацию деятельности молодёжи, на её участие в жизни страны, формирование его будущего, потому что, ну, действительно, молодёжь — это будущее нашей страны, это та сила, которая должна развивать нашу Россию, которая сделает и сохранит её силу, могущество, справедливость, то есть, делает так, чтобы наша страна играла ту роль, которую она играет сейчас, и мы надеемся, что молодёжь будет продолжать этот путь. Вот. Такая большая площадка, которая будет посвящена именно деятельности молодёжи. Форум будет проходить в течение двух дней. Первый день будут работать площадки, на которых будут формироваться, в результате штурмов мозговых и всего прочего, будут формироваться предложения, которые будут обсуждаться на следующий день на пленарном заседании, в котором планируется, что будет участвовать Вадим Родимович Путин. Мы ждём, что он будет участвовать. Ну и, как правило, по результатам форума действий всё время принимается много решений, которые вносят или всего, как правило, поручения президента, или указа президента, и за которыми следуют конкретные действия. Вот мы будем добиваться, чтобы как-то вопросы Арктики, они тоже были учтены, и, возможно, было дано по этому поводу какое-то поручение. Ну, если получится. Ну, а в прошлом году на форуме вам удалось какие-то вопросы озвучить и получить поддержку? Ну, вопросов было озвучено очень много, потому что мы участвовали в площадках, которые формировали мнение. Это были вопросы здравоохранения, медицины. Много очень было площадок, много было очень поручений. Выступить нам, к сожалению, не удалось на итоговом заседании. Но, тем не менее, как бы мнение экспертов Общероссийского народного фронта, Татниинского автономного округа активистов, оно было учтено в общей итоговой резолюции. Ну, и, соответственно, как бы вошло потом поручение президента, которые были даны по результатам форума. АНФ — это большая команда, лидером которой является Владимир Владимирович Путин. Ну, у вас, мы знаем, что еще есть большой проект по дорогам. Что было сделано в этом году? О каких результатах вы хотите рассказать? Да. Ну, Дорожная инспекция АНФ — это тоже один из проектов, который реализуется у нас в Нинском автономном округе, Общероссийского народного фронта. В этом году весной сюда приезжали активисты федеральные этого проекта. Александр Васильев, депутат Государственной думы. Вот, была инспекция по дорогам. Тоже есть интерактивная карта дорог, на которой отмечаются дороги, которые подлежат у нас ремонту, где необходимо сделать ямочный ремонт. Также любой житель может отметить эти дороги. Ну, и потом следить за ходом ее ремонта. К сожалению, результатами этого проекта мы не можем похвастаться, потому что в Нинском автономном округе, к сожалению, в этом году как бы с дорожным ремонтом, с дорожным строительством, ну, как бы все сами видели, что у нас происходило. Как бы это касается и улицы Октябрьской, и то, что ямочный ремонт был выполнен всего, ну, где-то процентов, наверное, на 30. Ну, как бы не успели сделать. Ну, и такое ощущение, что в этом году у нас дорожники практически не работали. Да, мы как бы работаем в тесном контакте с нашими федеральными координаторами. Вот, и Дмитрий Цопов у нас как бы ведет как раз проект Дорожной инспекции, АНФ, как бы, вот, ну, связывались, как бы общались по поводу того, что есть такие еще регионы, ну, где примерно такая же ситуация, где реально как бы, ну, практически дорог не было ремонтировано. Он говорит, есть, есть еще Дальний Восток. То есть мы стоим где-то в одном, в одном ряду, да, с Дальним Востоком. Вот, значит, по результатам у нас была конференция, которая состоялась Нинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, на котором были сформированы общественные предложения. И как результаты проектов, да, которые мы накопили в течение года, как бы те предложения, которые формируют наши эксперты, наши активисты, мы формируем общественные предложения, которые потом передаем органам государственной власти, которая, по сути дела, является, ну, своего рода, как бы повесткой, нашей повесткой на следующий год работы и повесткой для органов государственной власти, потому что мы формируем те вопросы, которые требуют, как бы, ну, скорейшего решения. И вот именно в отношении дорог было очень много сделано таких, ну, как бы, серьезных предложений, которые направлены именно на активизацию региональных властей в плане работы по ремонту и строительству дорог. У нас была еще дорога, как бы, топ, так скажем, наших убийств дорог, это дорога на Ремарк Красная. Нам, в принципе, удалось, как бы, добиться, что все-таки тут этот ремонт, который шел, ну, непонятно, для чего его делали, который делали без проекта, и нам тоже здесь помогали ваши коллеги-журналисты, поднимая этот вопрос. Вот, нам удалось его все-таки остановить. Вот, но, с другой стороны, очень обидно, что все-таки огромное количество средств за предыдущие годы было потрачено на Красновскую дорогу, на ее ремонт. Вот, и, к сожалению, эти средства, которые были потрачены, не привели к результату. То есть, дорога не стала лучше, она стала, к сожалению, только хуже. Надеемся, что это все будет откорректировано, и в следующем году подход к дорожному строительству будет совершенно другой. Ну, тоже касается ямочного ремонта, потому что в этом году мы выявили такую причину, что в связи с поздним финансированием, с поздним выделением средств, ямочный ремонт, ну, практически не проводился, потому что подрядчик, который взялся за эту работу, как бы не успел провести, в связи с тем, что пошел снег. Вот, ну, и как бы выполнили вот около 30%. По этому поводу мы рекомендации свои в общественные предложения тоже внесли, как бы для того, чтобы решение по ремонтам ямочных именно дорог проводилось и принималось до наступления строительного сезона. Ну, это касается в том числе и других вещей. Вот, большой проект у нас, как бы, в округе, который идет, это проект благоустройства городской среды, мониторинг, вот, который мы тоже активно ведем, ну, как бы, мониторим не только те объекты, которые вошли в федеральную программу, как бы, ну, и вообще, в принципе, благоустройство всех дворов. Он направлен на то, чтобы все было открыто, для того, чтобы люди могли участвовать в формировании этих программ, которые разрабатываются, для того, чтобы учитывалось их мнение. Ну, вы знаете, процедура, да, когда выбираются дворы, как бы, потом, который выделяется и финансируется, делается дизайн-проект, как бы, и они, как бы, реализуются. Но, к сожалению, у нас есть тоже, как бы, такой отрицательный опыт в рамках реализации этого проекта в Нинском основном округе. Нам удалось остановить работы по детской площадке в районе улицы Ленина 5, когда планировалось хвастить плитку, ну, детскую плитку, да, прямо на снег, и под снег, да, как бы, ну, одновременно, как бы, в мороз. Вот, как бы, следим за этим, он объект действительно, как бы, не реализуется, его остановили, как бы, надеемся, что ему приступят, как бы, весной следующего года, как бы, и сделают нормальную, как бы, качественную площадку, как бы, а не что-то, что потом придется переделывать. И вот сегодня мы тоже буквально будем проводить совещание в Висполкоме по поводу богоустройства общественной территории в районе улицы Рыбников. Ну, там планировалось сделать новые пешеходные дороги, ну, вы же ходите в парк, наверное, да, как бы, там, планировалось все богоустроя, сделать, как бы, качественно и хорошо, как бы, чтобы было много, как бы, этих пешеходных дорожек, вот. Все прочее. Был заключен договор с Наримарским дорословым, который, к сожалению, не был выполнен. Вот будем разбираться, как бы, причинах всего этого. Ну, естественно, будем держать тоже ситуацию на контроле. Андрей Сергеевич, а вот в плане благоустройства города, на ваш взгляд, что еще необходимо сделать, чтобы действительно среда была комфортная и хотелось здесь летом отдыхать, не уезжать? Ну, на самом деле, в городе Наримаре очень много нужно всего делать. Вот, как Матвей Михайлович сказал, что у нас есть четкая обратная связь от населения. Вот, ну, опять же, мы ждем предложений таких от населения. Вот, то есть мы не придумываем ничего сами. То есть к нам, то, что мы озвучиваем, это мы озвучиваем пожелания простых людей, которые живут у нас не только в городе Наримаре, но еще и в Нинском автономном урке. А, на мой взгляд, сделать нужно очень много всего еще. Вот, и тут никакой передачи не хватит. Ну да, если бы вы это рассказывали. Да, просто хотелось бы еще обратиться ко всем, пользуясь моментом, приходите к нам, в Общероссийский народный фронт. Мы всем рады. Присоединяйтесь, становитесь нашими активистами, активистами движения, лидером которым является Владимир Владимирович Путин. Будем вместе решать те вопросы, которые стоят перед всеми нами, перед жителями Нинско-автономного округа. Их действительно очень много. Обращаться можно по любым вопросам. К нам обращаются, начиная от дорог, благоустройства территории, заканчивая какими-то, на взгляд, жителей. Ну и мы поддерживаем, например, эти вопросы, связанные с вынесением каких-то наказаний за те же ловлю рыбы, за какие-то такие вещи. Люди приходят, обращаются, и это все вопросы, то есть по всем вопросам буквально можно приходить, по всем вопросам всех выслушиваем, всех, как говорится, берется на контроль, на учет. И в любом случае каждое обращение находит место в одном из направлений деятельности Народного фронта. Рыбалка, кстати, очень такое большое направление и очень-очень важное для жителей Нинско-автономного округа. При формировании общественных предложений прошлого года у нас был такой включен пункт, который был направлен на то, чтобы все-таки обеспечить право жителей сельских населенных пунктов в зимнее время ловить рыбу на реке Печора. Это представленный пункт 79.1.Ж, правил рыбоводства, который, к сожалению, у нас не работает в Нинском округе. Ну вот право вроде бы у людей, которые уже в деревнях ловить на Печоре зимой есть, а арестовать они это право не могут, потому что так сформулировано, что они могут ловить только в границах муниципальных образований, и границы, к сожалению, на реку не вынесены. Не ловить на дорогах, в огородах, в бане можно даже ловить, но только не на воде. И этот вопрос мы включили в общественное предложение прошлого года, и, к сожалению, мы не смогли его решить, то есть сделать так, чтобы власть добилась изменения в этих правилах рыбоводства, которые действительно людям бы превратили бы их в обычных любителей рыболовов, нормальных людей, а не браконьеров, потому что на сегодняшний день у нас даже дедушки в деревнях идут на реку, ставят сетки и оглядываются по сторонам, вдруг рыбоинспекция поедет, потому что они реально на сегодняшний день нарушают закон. И вот это одно из общественных предложений, которое из прошлого года перешло в этот год. И мы это держим на контроле. Буквально несколько дней назад у нас было заседание по этому поводу, мы приглашали представителей департамента природных ресурсов, обсуждали эти вопросы, в очередной раз подтвердили, потому что получается, что мы вопрос поднимаем, а потом раз-раз-раз, и вроде бы как будто бы опять увидеть можно. Хотя ничего не поменялось. Еще раз как бы обсудили. То есть нужно менять нормативную базу. Да, нужно менять правила. Ситуация такая, департамент видит правила, читает в своей интерпретации, один и тот же текст можно по-разному прочитать, а федеральные надзорные органы видят в своей интерпретации. Мы даже летом пытались ходить по вот этим всем инстанциям и спрашивать просто. Вот я сам приходил и спрашивал, задавал один простой вопрос. Я говорю, я хочу рыбачить честно. Честно, как мне это можно сделать? То есть вот каким образом? И мне давали в Центре природопользования консультацию. Там вроде бы все можно, в то же время все нельзя. Ну, в рыбинспекции мне сказали, пожалуйста, рыбачьте, можно, идите рыбачьте. В пределах муниципальных образований можно рыбачить. Я так, подождите, подождите, а у нас же ни одно муниципальное образование на реку не выходит. Мне в рыбинспекции сказали прямым текстом, так рыбачьте на дороге, на берегу, где-нибудь-то рыбачьте. Это уж издевательство. Но мы пока не добиваться и доведем это вопрос до конца, потому что действительно возможность рыбной ловли это важнейшее для жителей Нинсковного округа. Это не просто хорошее времяпровождение, но и это... Занятость. Занятость. Это необходимая пища, в том числе, как бы на нашем столе, потому что без рыбы мы жить не можем. Вот. Организм требует. А какие-нибудь вопросы от сельских жителей, которые учитывают их интересы, еще вы поднимаете? Потому что у нас ведь половина населения из деревень. Да, но вот вопросы рыбной ловли как раз, они к нам приходят из деревень, именно из деревень. Вот. Ну и из деревень приходят вопросы свалок. Да все вопросы приходят тоже из деревень. И по богоустройству деревень тоже так же. Вот завтра буквально мы проводим площадку у себя в Веспалкоме Общерсийского народного фронта, которая будет посвящена вопросам развития состояния сельских домов культуры. Ну, одна из таких больнейших вопросов, на самом деле, населения, потому что действительно в одно время культура у нас как-то пошла на селе вперед, как бы очень активно развивалась, как бы и материально-техническая база поддерживалась. Сегодня, к сожалению, уже на протяжении нескольких лет мы видим, что действительно все просто остановилось. И в плане поддержки работников, ну и в плане материально-технического состояния, как бы ее развития, вот завтра будем проводить по этому поводу площадку у нас, как бы будем этот вопрос поднимать, как бы двигать дальше. Летом поднимали вопрос, вот тоже, к сожалению, не удалось решить, тоже, как бы включили общественные предложения следующего года, будем держать на контроле вопрос по поводу перевозок на реке Печора в летнюю навигацию. Да, мы собрали Заполярный район, пригласили всех заинтересованных видов. Накануне навигации, вот показали ребята, у вас как бы в этом году не выходят на линию три судна, да, которых как бы ходили постоянно, это и Савей, и Пустозерский, и Россихи. Их не будет, как бы, как вы планируете решать этот вопрос? Нас заверили, что будет ходить ЗР-1, ЗР-2, Безумов выйдет на линию, отремонтирует воздушную подушку, все будет хорошо, всех увезем, все успеем, как бы. Началось лето, и мы, как бы, вот реально увидели, что, ну, то, что нам пообещали, оно, в принципе, как бы не было сделано. Во-первых, Безумов не вышел на линию, подушку не отремонтировали, а ЗР-1, они оказались, как бы, они не могут ходить, как бы, там, в ветер, хотя мы, в принципе, предупреждали, как бы, Заполярный район, что, ну, он же, этот, они не могут с штормом ходить, когда вечер чуть посильнее, как бы, они на реку не выходят. Нужно-то было отремонтировать вовремя сюда, как бы, провести их капитальный ремонт, вывести их на линию. Вот, и надеемся, что в этом году все-таки пойдут этим путем, как бы, все сделают, и люди будут ездить нормально. В принципе, конечно, никто, как бы, в деревне не остался, все равно кто-то нашел, как бы, возможности выехать и туда, как бы, и обратно добраться, но просто какой ценой это было, во-первых, и, во-вторых, как бы, все льготники, которые имеют право на бесплатный приезд, как бы, на соответствующие льготы, они этими льготами воспользоваться не смогли. То есть они ездили на коммерческих судах с кем-то, с частниками договаривались, а там, как вы знаете, льгот никаких нет. Это, как бы, неправильно. Ну, и с точки зрения, опять же, безопасности, все-таки, движения на этих нормальных, пускай не тихоходные суда, как бы, но они нормальные все-таки, во время ветра еще чего-то, это, в принципе, как бы, безопасно. Как бы, и, дай бог, что все, как бы, нормально прошло, но хочется, чтобы следующий год прошел очень организованно. Тоже мне стоит общественное предложение. Будем контролировать. Да, когда принимали, то самое, ликвидацию свалки в Андиге, несанкционированно, как раз вот люди говорили о том, что в межсезонье выбраться из того же Андига в больницу невозможно. И вот наша комиссия, которая ездила на приемку этого объекта, мы забирали людей, чтобы в больницу и везти потом оттуда. То есть это был единственный возможный вариант выехать в межсезонье, когда еще лед не встал. А вы знаете, лед у нас до сих пор, морозов нету, до сих пор вот сейчас вот люди ездят, не знаю, не могу сказать точно, как вот сейчас это все решено, но буквально несколько недель, две недели назад вот такой вопрос озвучился. А вот интересно, в том же Андиге, вот свалку с каким способом ликвидируете? Ведь там, по сути, не организована свалка по всем нормативам. У нас нет ни одного населенного пункта, где бы организована была свалка бытового мусора. И чтобы тут дискуссию никакую не начинать, скажу, что она так и не была признана ликвидированной. Вот там была попытка уменьшить объемы, вот там как раз выпал снег, но в принципе, ну, скорее всего, что работы какие-то проводились, но контракт был признан несостоявшимся. А в отношении свалок по деревням, действительно у нас свалок нет. В каждой деревне должна появиться площадка для временного накопления коммунальных бытовых отходов. Вот, значит, и под нее должен быть отведен будет, соответственно, земельный участок, она должна быть огорожена, она должна, ну, должен был сделан навес, как бы, для того, чтобы мусор, как бы, частично который поддается размыванию, чтобы он не мог. Вот. И мы надеемся, что это будет вопрос все-таки решаться в следующем году, как бы, чтобы эти места, как бы, появятся. Потому что в некоторых деревнях, например, в Бандике они находятся в плачевном состоянии. Да, во всех деревнях. Да, во всех, да, в очень плачевном состоянии. В Бугрино, да. Везде. И еще самое страшное, когда в деревне считают, что, как бы, создают такую программу, сами придумывают из головы укрепление береговой линии, да, и когда весь мусор оказывается на берегу реки. Вот. Это и в Куи такая же ситуация, это и, ну, целый ряд не будем называть эти деревни. Вот. Как бы сказать, на наш взгляд, это, ну, совершенно неправильный выход, и это не выход. Ну, в общем, из года экологии вопрос по свалкам будет перенесен в следующий год. Да, да, у нас проект не заканчивается, то есть это важнейшее направление, мы считаем, как бы, и мы, ну, вот, знаете, как бы, мы действительно много сделали, как бы, за этот год, как бы, в плане решения вопроса, вопросов, которые связаны с экологией в Нинском автономном округе. Как бы, начали с самого начала, с критики плана года экологии, который был в Нинском автономном округе, ну, и потом, как бы, уже активно вовлекая процессы органов государственной власти, где-то их критикуют, где-то помогают, где-то выступают, как бы, экспертами, где-то своими ножками пошли мусор убрали, как бы, ну, многое удалось добиться. И еще один из больших таких вот проектов, который у нас стартанул в Нинском автономном округе, именно в рамках нашей работы, нашего оригинального отделения, мы решили взять все долгостроя в нашем округе под контроль, именно под народный контроль, для того, чтобы жители могли, принимали в этом активное участие, для того, чтобы контролировали ход строительства в деревнях, в сельских населенных пунктах. А как может непрофессионал контролировать стройку? Ну, вы знаете, он на месте находится, он находится на месте и видит, как это происходит. Вы думаете, мы вот про площадку, которую строят на снегу, узнали сами, что ли, ходили? Нет, конечно же, люди, которые живут рядышком в соседних домах, не надо быть профессионалом, когда ты видишь, что, ну, происходит нечто изряда вон выходящее, да? Вот. И люди, люди пишут, звонят, посылают видео, фотографии, мы выезжаем на эти объекты. Поэтому, если нам говорят, а у нас очень часто нам органы власти говорят, нет, это все исправлено. Вот про те же машины на реке Суле, это же был вообще какой-то полный, ну, непонятно что. То есть органы власти говорили, нет, все, все сделано, все говорили. Люди прислали, говорят, да нет, не сделано. Они говорят, вытащены машины. Вот, как вытащены? Вот машина фотографии. Нет, это подлог. То есть вот до такого же доходило. В итоге машины все еще там. То есть ни одной машины не вытащили. Конечно же, никто не вытащил ни одной машины. Они так там и плавают. Вот, а подходя к проблеме долгостроев, на самом деле, мы выяснили одну такую, ну, как бы, очень показательный пример, что на самом деле жители Нинска вновного округа в деревнях, они не знают даже о тех объектах, которые, ну, развиваются на территории, как бы, ну, как бы по этапности их строительства, когда должно быть сделано это, когда сделано должно быть то, когда этот объект должен быть введен в эксплуатацию. Даже кто ее строит, не знает. Чтобы там загорался такой красный большой, как бы, фонарь, как бы, и не получилось, как со школы в красный, когда объект заморозили на целый год, пока, ну, как бы, там уже все вмешались, все, только кто можно, как бы, для того, чтобы этот вопрос решился, да. Школа в красный. По плиту пришлось, чтобы лично, как бы, контролировать ход строительства, да, как бы, в этом поселке, в поселке, в национальном поселке красном. Вот. Поселковые инициировали весь этот процесс со школы в красном. То есть это все местные жители. Мы, получается, как такой буфер между населением и властью. То есть если власть не принимает, то через нас можно обращаться. В 2015 году в Наринмар или в 2016 приезжал федеральный инспектор по капитальному ремонту, она тоже проводила обход. И вот с того момента произошли какие-то изменения, потому что она осматривала много домов в районе Качгарта, которые были не отремонтированы. Вот сегодня есть какой-то результат? Да. Ну, как вы помните, по капремонту, в принципе, ситуация поменялась, да, как бы, в Ниньском округе. И если изначально, как бы, фонд капремонта, он, ну, много тратил денег на себя, и мало тратил денег на ремонт, и, как бы, сейчас она поменялась коренным образом, да, то есть стало все, ну, наоборот. Вот. Но проблема именно аварийных домов в Ниньском округе, ну, в Наринмаре, она стоит очень-очень серьезно. И в деревнях, как бы, в принципе, та же самая картина, вот, в Голгуеве, да, в частности, как бы, ну, как бы, не развивается. Вопрос очень серьезный. Мы держим его на контроле, тоже будем проводить ревизию региональной программы переселения из ветков вот аварийного жилья, как бы, отслеживать, насколько она работает эффективно. Планок у нас заняться в начале следующего года именно этим вопросом для того, чтобы, ну, как бы, она активно заработала, чтобы люди действительно, как бы, чувствовали, переставали жить в этих аварийных домах. Ну, потому что, ну, много таких домов у нас на Наринмаре, где и стены трещат, особенно очень много домов, которые стали аварийными после проведения в них капитального, так называемого капитального ремонта, не который идет в рамках нынешней, как бы, программы, которую проводили там 10-12 лет назад, да, когда, особенно, где меняли фундаменты. Практически все дома, где был, меняли стоки фундаментов, ну, где-то 50%, короче, они поехали. Ну, как бы, реально поехали, как бы, и из капитально отремонтированных превратились в аварийные. Почему многие дома, где меняли крыши, стали течать? Если, когда был шифер, крыши были в хорошем состоянии, поменяли крыши, стали красивыми, и потекла вода у нас в дома. Люди звонят, жалуются, вот, а службы не могут ничего сделать, потому что, ну, по программе поменяли. Ну, на сегодняшний день, как бы, вот, в отношении, ну, действительно, капитального ремонта в разных регионах по-разному, как бы, но мы видим, что все-таки тенденция работы фондов капитального, ну, которые занимаются капитальным ремонтом, она идет в сторону улучшения. Причем, как бы, многие вопросы в Народном фронте решаются с помощью изменения нормативных документов, изменения каких-то законов, как бы, именно на верху, как бы, на федеральном уровне. То есть, меняются, как бы, правила, меняются, как бы, подходы, как бы, это делается тоже нашими активистами, как бы, у нас, наверное, фронтовиков много депутатов в Государственной Думе, в частности, в Комитете по экологии, благодаря которым, опять же, нам все-таки удалось, как бы, добиться, что при формировании дорожной карты, которую планировало Министерство природных ресурсов передать в Государственную Думу, как бы, и выдать за конкретный план реализации Арктики, когда мы увидели, что там нет нашей любимой Андермы, да, мы сделали все, как бы, с помощью депутатов Народного фронта в Государственной Думе, как бы, для того, чтобы эта дорожная карта не была принята. Ну, это в отношении, как бы, экологии. И, как бы, в отношении капремонта, как бы, точно такая же ситуация, потому что, действительно, подходы к капремонту, они изменились, как бы, изменились с точки зрения контроля со стороны федеральных властей, как бы, они стали более жесткими, как бы, за ошибки наказываются, просчеты наказывают, то есть, ну, как бы, ситуация меняется к лучшему. И, в принципе, вот цель-то какая, как бы, самое главное, чтобы в итоге капитального ремонта, он был проведен качественно, и люди почувствовали реальное улучшение своих жизненных возможностей, своего жизненного пространства. Мы не просто добились того, чтобы эта дорожная карта не была принята, а без Андермы, чтобы она не была принята. А на уровне округа мы тоже этот вопрос поднимали, как бы, в частности, мы добились того, что все-таки ремонт выгребных ям, который не был включен в капитальный ремонт, когда, ну, капитальный дом ремонтировали, резышком оставался, ну, по сути дела, туалет, как бы, такого, этого, ну, не прямого падения, как бы, но с выгребной ямой для того, чтобы были изменены правила, и для того, чтобы в рамках денег, которые выделяются в капитальный ремонт, эти работы можно было проводить, как бы, менять на септик, там, или еще что-то делать, как бы, это проводилось за счет средств фонда капитальной ремонта. То есть учли особенности социального региона, где еще остались дома? Да, да, дома. Ну, работы много, да, по Варике, да, по Варике очень много работы. Действительно, тема очень, как бы, серьезная. Мы выходили с предложением, да, администрацию, как бы, для того, чтобы рассмотрели вопрос по переселению из ветхого арейного жилья, как это делается в других регионах, с помощью приобретения жилья на вторичном рынке. Ну, потому что, действительно, у нас на Ремаре, как бы, очень много квартир, которые, в принципе, продаются, много квартир есть у нефтяных компаний, которые простаивают, ну, вот, достаточно, вечером выйти, как бы, посмотреть, вот, много квартир на домах, сколько ока не горит, да, вот именно, как бы, квартирами. Вот эти квартиры стоят пустые. И мы, как бы, считаем, чтобы продвигать программу более активно, нужно все-таки разработать механизмы, как бы, это в других регионах, эта система, как бы, работа работает довольно-таки хорошо, как бы, для того, чтобы те квартиры, которые сидят на вторичном рынке, как бы, для того, чтобы их эту программу можно было вовлечь, чтобы не только строить новое жилье, как бы, но и рассмотреть возможность приобретения жилья на вторичном рынке и передачи ее потом под программу переселения. Быстрее бы все было бы это сделано, и меньше было бы пустых окон. Потому что мы все должны понимать, что любое строительство, жилье, это, во-первых, деньги, это инвестиции, это расширение нашего города. В Нинском округе это еще проблема земли. Инфраструктура, сетей, которые у нас, к сожалению, тоже довольно-таки плачевное состояние. Ну и говоря о планах на 2018 год, сейчас в социальных сетях идет голосование, каким сделать следующий год, год предпринимательства, год высоких технологий. Вот на ваш взгляд на что нужно обратить особое внимание и усилить меры по работе в этом направлении? Да, ну мы выступили с предложением в следующий год, что было объявлен годом человека труда. Простого труженика, это, возможно, или не вот, это может быть и предприниматель, тоже труженик, это может быть журналист, учитель, ну кто угодно, человек, который трудится, который своим трудом создает, который именно создает. Потому что все мы должны прекрасно понимать, что все, что мы, то нас окружает, то есть в нашей жизни, это создано человеком труда. И мы хотим, чтобы следующий год был именно годом человека труда. И были какие-то мероприятия, которые были бы направлены, в первую очередь, на ликвидацию у нас безработицы, которая тоже не очень хорошая положение в низком автономном округе. Для того, чтобы рабочие места у нас создавались на бумаге, как бы они реально приносили людям возможность устроиться на работу. Для того, чтобы каким-то другим образом пошла профориентация. Для того, чтобы дети, когда заканчивали учебное заведение, как бы у них была уже нормальная работа. Для того, чтобы пощрить наших тружеников, потому что, к сожалению, в низком автономном округе давно не вручали каких-то государственных наград как бы высокого уровня именно как бы обычным труженикам. Для того, чтобы все понимали, что труд — это самое главное в нашей жизни. И его поддерживали и помогали. Сейчас у молодежи очень популярен такой как бы лозунг, ну или, как сказать, выражение такое крылатое. Руки грязные, носовые чистые. Вот. На мой взгляд, неважно, как называется, да, год. Вот. Важно, чтобы реализация результатов была хорошей. Вот мы, например, очень недовольны результатом реализации года экологии, как вот на Ненецком округе прошел год экологии. То есть, мне кажется, экологической направленности у нас в другие годы было больше, чем в год экологии. А в год экологии больше разговоров. То есть вот таких вот фактов налицо. Когда экологические какие-то направления, они теряли свой вес, они у нас в регионе очень как бы, ну, присутствовали, по крайней мере, не в маленьком количестве. Спасибо, Андрей Сергеевич. Спасибо, Матвей Михайлович, что пришли к нам в студию. Я напомню, сегодня у нас в гостях был руководитель исполкома Общероссийского народного фронта в Ненецком округе Матвей Чубров и руководитель и координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Ненецком округе Андрей Николаев. Это актуальное интервью. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова